Так, вот тележка. Дейлу и Леону хорошо у них. Все перепадает им. Ну и другим львам тоже неплохо, судя по тому, что на кормежку никто не спешит. Раньше на звук тележки бежали аж бегом. Вот сколько людей в разгар сезона. Мол, два, два. Мол так, вот кто тебя. Мол, вот, вот, вот. Вот, вот, вот. вот и пожаловала мясо надеюсь что любики тоже пожалуют да идут действительно не спеша знают мясо их подождет да как-то без энтузиазма лениво так огромный чук почти в два раза больше львицы так вот еще чук сразу оживился соперник они очень ревностно относятся когда за со своими львицами гуляют они как он спешит можно посмотреть Вот наш красавчик Чапуля, одуванчик. Так, ну что? Кто еще? Ага, вот еще. О, рычат, рычат, рычат нагаленый. Так, друзья, но на ту сторону не пробиться. Там тоже Дейл с Леоном оживились. Для них это тоже зрелище. На мостках тоже оживление. Но, друзья, людей столько, что действительно место надо заранее занимать. Вот так пройдемся. Так нам сейчас направо или налево? Серьезно, направо. Вот направо. Пойдем, посмотрим. Вот, все мирно, дружно. Лежат, кушают. Вот так, друзья. Кушают. Пойдем. Кушают. 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 Чук молодец. Чук молодец. Тут не пропускает кормление. Не подводит своего хозяина. Зрители пришли посмотреть, значит, чук сытый или голодный, но приходит. Ну а чип тот никогда не откажется, покушать любит. Нет, 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 вот он, долгое время вообще белых львов в зоопарках не было вообще и только ходили легенды, что где-то в Африке обитают белые львы, а потом смогли поймать трех львят и привезли их в зоопарк. Ну что, пойдемте, посмотрели, дети? Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Так, чук за львицей. Подпишите. Это былое тёмное. Позже отсюда. Дэйл поглядывает на Чука. Давай туда уже пройдём, к собаку. Ой, мне очень понравится эта пара. Нет, мы туда не будем. Постри, как будто они по настоящей саванне. Папа, я не хочу там бродить. Нет, и там уже львы. Неизвестно, чего больше во взгляде Дэйла. А конечка пойдёт. А после и пожарка старая. Там целый букет чувств и ревность. Наверное, и завидует Чуку. Ну, а с другой стороны у Дэйла очень даже неплохие условия. Музыка. 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 Будем сидеть. Пойдём сюда. Теперь мясо уминают за обе щёки. Ну молодцы, на кормление приходят. Гек сегодня проигнорировал. Саванна вся в цветах. Такая буйная трава, что даже поддоны уже закрыла. А вон ещё какой. Кусок отменный лежит, кому достанется из двух беляшей. Да, здоровенные ребята. Что чип, что кай, но кай покрупнее. Зато у чипа грива шикарнее и мордашка такая интересная, курносая. Так, ну вот, народ ждал, ждал. Посмотрели немножко и все рассосались по парку. Вот так. Почему бы не полюбоваться побольше. Ну, в принципе, многие приезжают с экскурсиями, а там всего три часа. То понятно, что эти люди спешат посмотреть как можно больше, потому что парк огромный и естественно, что не могут себе позволить такую роскошь долго любоваться на одном месте. потому что ещё и стационарный зоопарк есть, ещё и детский зоопарк, ещё и вот там площадка для аттракционов. Ещё может и в кафе забежать. Поэтому три часа это, конечно, то, что дают вот поездки с экскурсией. Это так, галопом по Европам. В принципе, кто не на своём авто, то общественный транспорт в Крыму хорошо развит. И добраться элементарно, встать пораньше. Из Симферополя вообще нет проблем. Да и из Судака, из Феодосии, все прямые рейсы. Так, там Дейл опять перекличку затеял. Отъелся, сил и здоровья много. А в вольере девать его особо некуда. Поэтому перекличками занимаются. Во всё, так сказать, львиное горло. А может им нужно как-то собаку? Да, столько звуков, тут и музыка. Тут и пение насекомых, и львиный рык. Очень насыщенная звуковая гамма. Так, ну что. Интересно, кто же... Ага, вот. Пойдёт искать добавку. Сыпем. Ага. Упьет. Открытых. Идаля. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...